привет это 17 урок из курса по созданию rpg на unity в этом уроке мы поработаем над передвижение нашего персонажа в частности научим его бегать у нас сейчас есть передвижение только ходьба но нам необходимо добавить еще и бег поэтому давайте создадим древо и передвижение и во смешивании вот это уберем танки не потребуется здесь у нас есть древо мы сюда добавляем новые анимации а в частности нам необходимо здесь ходьба и бег ходьба у нас будет на единицу а бег ну где-то на давайте двойку здесь мы укажем speed 1 и вот 2 бег у нас не настроенный поэтому давайте луптаем чтобы он постоянно работал origin и палочки поставим ходьба у нас вроде бы настрой да полностью готова так вот это у нас есть теперь же пойдем сюда в паладина в контроллер и вот сюда вот мув а нам необходимо здесь указать speed так же самое для него макс пид макс пид мы будем менять позже вот здесь вот мы поставим то что дистанция пусть будет где-то 06 этого вполне хватит и тут нам нужно уже проверять дистанцию если дистанция больше чем 06 туда нам нужно увеличивать нашу скорость передвижения то есть у нас здесь есть просто speed и нам нужно в зависимости от дистанции до цели увеличивать нашу скорость теперь же если у нас дистанция меньше чем 06 нам необходимо уменьшать нашу скорость на 5 это слишком мало будет давайте возьмем около 15 вот 15 15 теперь скажем что наш таргет он равняется transform позиция то есть наша собственная позиция мы дошли указали нашу скорость и как только мы остановимся то есть где-то меньше чем 02 там мы скажем что а у нас false false мы остановились и у нас никаких больших действий нет максимальная скорость у нас равняется 2 вот здесь вот нам нужно ограничивать от от нуля и до максимальной скорости макс пид давайте здесь поставим 5 здесь 5 и вот здесь опять и посмотрю как это будет работать это должно быть уже куда лучше ну такое передвижение уже намного лучше чем было но у нас все равно остались некоторые подергивания поэтому необходимо уж с ними что-то сделать аниматор что именно у нас дергаться когда скорее всего в древе где-то давайте нашу скорость ограничивать после всех наших манипуляций теперь давайте изменять его максимальную скорость вот здесь вот камере мы изменяли наш зум поэтому скопируем ставим сюда и скажем что наша максимальная скорость она у нас равняется значение колесика мыши умноженная ну примерно пусть будет на 2 или 3 здесь мы укажем что от 1 до 2 будет даже знаете вот так вот лучше даже просто и теперь же нам нужно изменить это значение так чтобы это не изменялось вместе с камерой поэтому давайте скажем что если у нас будет нажата клавиша alt а в камере мы сделаем то же самое только у нас будет работать если у нас не нажата клавиша alt видим мы нашу максимальную скорость мы через колесико мыши ее меняем и теперь мы можем ходить что-то между будет быстрый шаг и можем просто бежать теперь давайте сделаем инвертированное управление то есть мы нажимаем правой клавишей мыши на точку и наш персонаж идет в ту точку теперь же давайте сделаем так чтобы мы зажимали правил клавишу мыши и наш персонаж шел туда где наш курсор то есть у нас вот здесь вот есть нажатие правило и клавишей мыши а теперь давайте сделаем то же самое только без даун мы нажали и наш персонаж идет туда куда мы кликнули мы здесь есть изменим переменную и теперь наш персонаж и перемещается туда где наш курсор так само айтемы удобно собирать просто как пылесос ну кому как удобнее например для большей плавности передвижения давайте сделаем само наше древо на три значения сюда мы вставим наш нашу анимацию айду а здесь айду удалим есть добавляем айду и теперь у нас на ноль он просто стоит на единицу уходит и на двойку бежит а здесь вот айду удалим и у нас наше передвижение становится дефолтным вот здесь вот мы вот эти значения изменили здесь пять пять два здесь мы ограничиваем от нуля до максимального спида и проверим как теперь оно будет теперь без этих всех переходов оно должно лучше работать у нас некоторая скорость она все равно остается сколько у нас тут 0 3 давайте вот здесь вот еще вот здесь вот мы будем все-таки в конце кадра передавать вот так вот и скажем то что здесь вот спит равняется 0 я думаю даже разгона стоит побольше сделать здесь будет пусть например 35 и теперь же вот это вот надо пофиксить нам это вот здесь когда мы когда у нас дистанция меньше чем 1 и 2 поэтому вот здесь вот давайте скажем что наша скорость если она больше чем дистанция больше чем дистанция больше чем дистанция тогда мы ее будем уменьшать иначе мы будем увеличивать нашу скорость ладно давайте здесь метр поставим после за настолько точная клей бровка то что там нужно прям так выглядеть это все а на этом все я завершу этот урок если вам нравится мое видео вы можете подписаться на канал поставить лайк если у вас есть желание вы можете поддержать выход новых видео по ссылке в описании на этом все всем спасибо до свидания